Это День города в студии Максим Васильев. Здравствуйте. Главная тема дня. Федеральные темы в приоритете. На итоговой пресс-конференции Владимир Путин говорил о важном. Темпы вакцинации замедлились. Голос улицы о причинах. Тихая романтика. В Рязани выставили работы местных живописцев. Сегодня в соцсетях появилось сообщение о прорыве теплоцентрали в жилищном комплексе «Метрострой». Как выяснила наша съемочная группа, трубы там действительно прорвало. Есть, правда, одно «но». Информация о прорыве труб и появлении огромных сосулек на фасаде дома в жилищном комплексе «Метропарк» появилась сегодня в соцсети. Как сообщает автор сообщения, на четвертом этаже «Метропарка» прорвало трубу, поэтому все три нижних этажа в ледышках. На первый взгляд все действительно так. Сосульки внушительных размеров свисающие с четвертого этажа, а ледяные глыбы закрывают собой окна и газовые трубы. Все это похоже на какой-то ледяной замок. Вот только есть одно «но». Часть этого дома еще не введена в эксплуатацию, и люди там не проживают. С этой стороны дома, где произошло обледенение, завершаются ремонтные работы и отделка фасада здания. Прорыв трубы удалось ликвидировать, а ледяные сосульки, как заверили нас строители, уберут в скором времени. Индексировать пенсии до уровня фактической инфляции призвал правительство Владимир Путин на итоговой пресс-конференции. За четыре часа общения с журналистами федеральной повестки было больше, но точечные решения тоже были. Первые тезисы Владимира Путина были вполне ожидаемы. В битве с коронавирусом у России есть успехи, экономика оказалась стойкой и мобилизованной. Рост ВВП опережает плановые показатели. А в фонде национального богосостояния уже 185 миллиардов долларов. У нас сейчас 81 с небольшим, по-моему, миллионом человек в работоспособном возрасте. Мы должны серьезно увеличить это к 2024 и 2030 году. Это один из факторов экономического роста. Я уже не говорю, еще раз хочу это подчеркнуть, про геополитическую составляющую этого важнейшего вопроса, про гуманитарную. Так что сбережение народа, о котором говорил Слышан Ницин, является одной из важнейших задач и одним из драйверов роста. Темы красных линий, газа и Донбасса, конечно, серьезные, но пусть о них говорят федеральные каналы. Нас интересовало отношение к регионам. Рост помощи им возрос до 1,7 триллиона рублей. Нынешний бюджет страны Владимир Путин назвал социально ориентированным. Если мы говорим о социалке, то, конечно, это рост расходов в этой сфере. Мы же делали, даже при поддержке пострадавших отраслей экономики, мы все нацеливали на сохранение рабочих мест. Мы все нацеливали на поддержку людей с низкими доходами, с небольшими доходами, уязвимыми особенно в этой ситуации. А это какие? Это молодые семьи, прежде всего, с детьми. Ну, мне можно перечислять, наверное, можно не перечислять, но некоторые я назову, которые, в принципе, очень хорошо известны. Значит, расширили количество семей, которые получают поддержку со стороны государства, просто по количеству семей от нуля до трех лет. У кого есть дети от нуля до трех лет. Значит, начали выплачивать семейный капитал уже на первого ребенка. Затем начали выплачивать пособия беременным женщинам, которые находятся в сложной ситуации. Начали дополнительно платить от трех до семи. Значит, выплачивали единоразовые, делали единоразовые выплаты и по 5, и по 10 тысяч рублей разным категориям. Прежде всего, конечно, людям, которые находятся в непростой финансовой ситуации. На Алтае проблемы с отоплением, в коме с переселением и зарезания вопросов на этот раз не было. После памятного случая, наверное, теперь уже надолго. А вот на вопрос об индексации пенсии в связи с растущими ценами Владимир Путин ответил емко. Правительство Российской Федерации должно будет сделать все для того, чтобы выполнялись обещания прошлых лет. До сих пор нам в целом удавалось это сделать, и мы обязательно это сделаем. Это первое. Второе, в следующем году соответствующие решения будут приняты и по так называемому силовому блоку, для того, чтобы выровнять там. Как заявил Владимир Путин, планы грандиозные, расходы колоссальные. Траты на социальный блок и поддержку регионов сегодня существенны. Главная цель, по словам президента, чтобы люди почувствовали позитивные изменения. Максим Васильев, телекомпания «Город». 20 декабря Минздрав России включил прививку от коронавируса в национальный календарь профилактических прививок. В ведомстве выделили несколько категорий людей, чья обязательная вакцинация относится к приоритету первого уровня. Это россияне старше 60 лет, медработники, сотрудники соцобслуживания и образования, лица с хроническими болезнями и жители городов-миллионников. Что думают вакцинации наши соотечественники, выясняла Анна Грецовская. Мнения рязанцев о вакцинации сегодня неоднозначны. Некоторые горожане вполне разумно выступают обеими руками за прививку, другие категорически против. А некоторым прививка оказалась запрещена по медицинским показаниям. Возможное снижение темпов связано еще и с этим. Во-первых, состав неизвестный. Вам говорят, вот вам сказали состав, а там геномодифицированный вирус. Вы представьте, человек болеет сахарным диабетом и вдруг ему еще колет этот вирус. Ну это глупо. Просто надо разбираться в медицине, читать инструкции к данным прививкам, выбрать то, что необходимо, слушать советы врача. Потому что выбрать вакцину поможет только врач. Посоветуют, посмотрят, какие показания, какие противопоказания. Так что бояться этого не надо и слушать никого не надо. Я плохо относился к вакцинации, пока не заболел. Теперь я думал, что лучше бы я вакцинировался. По-хорошему прививаться надо, потому что вот я тяжело болел, но в больницу попал. А так решайте сами. Отношения к введению QR-кодов у рязанцев также различные. Некоторые видят в них в первую очередь защиту для своего здоровья и окружающих. Другие активному информационному прессингу по привычке не доверяют. Нормально отношусь к QR-кодам. Конечно, все это временное явление. Как мы создадим свой иммунитет стопроцентный, будет очень хорошо. И отменят сразу эти QR-коды. Ну, это ограничение прав человека, я считаю. На итоговой пресс-конференции Николай Любимов уже заявил, что QR-код – явление временное. Такие меры, предписанные законом, и были введены после многочисленных исследований врачей по всему миру. Ориентируемся на экспертное мнение и на акт Роспотребнадзора. Надеюсь, что это ненадолго, уж тем более не навсегда. QR-код, с одной стороны, это определенная гарантия безопасности для окружающих, которые попадают в среду скопления людей. Человек, который привит и у которого есть QR-код, он теоретически, конечно, может заразиться и сам быть носителем. Но вероятность этого намного меньше, чем у человека, который не привит и у которого нет антитела. Второе – это определенный стимул для людей, кто еще не вакцинировался и у кого нет антител, прийти и сделать прививку. Для того, чтобы у него была возможность ходить туда, куда он хочет. Губернатор также не забывает подчеркнуть законность введения QR-кодов в некоторых общественных местах, для того, чтобы развеять сомнения рязанцев. Неограничение прав граждан, которое должно быть осуществлено только на основании федерального закона, это чрезвычайная ситуация, фактически, без объявления ЧАЭС. Потому что нет таких оснований у нас в законодательстве, именно в таких ситуациях объявлять ЧАЭС, но это основанное на федеральном законодательстве, не противоречивая ему. Потому что куча судов уже была в других регионах по этому поводу и законность этого шага подтверждена. Сегодня в области привито чуть более полумиллиона человек. До нужных показателей коллективного иммунитета нужно уколоть еще 300 тысяч. Время подумать о своем здоровье и об окружающих еще есть, но не так много, как может показаться. Анна Герцовская, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». К криминальным новостям. В Ряжском районе очередное убийство и снова на бытовой почве. Слишком уж много подобных деяний в последнее время и с этим явно нужно что-то делать. Новость об убийстве потрясла Ряжский район. Здесь в одном из сел, правда, следователи не упоминают, в каком именно и произошло это тяжкое преступление. А начинается история просто. За столом сидели мужчина и женщина и выпивали. В ходе разговора между мужчиной и женщиной разгорелась ссора. Притом женатой пара не была, просто сожители. Мужчине 45 лет, женщине 52 года. Ссора переросла в драку. Мужчина, видимо, применил, по его мнению, самый действенный аргумент – топор. Ударил методической частью свою сожительницу. Женщина скончалась не сразу. Подозреваемый в совершении указанного преступления задержан. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу назначены необходимые судебные экспертизы. Проводятся следственные и иные профессиональные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовных дел продолжается. В настоящий момент с Копинским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета России Паризанской области в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это убийство. Следственное управление напоминает, что чрезмерное употребление алкоголя приводит к раздражительности, немотивированной агрессии и снижению самоконтроля. Более 80% бытовых преступлений совершается на фоне распития спиртных напитков. В соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации, совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения может быть признано судом отягчающим обстоятельством и повлечь назначение виновному лицу более сурового наказания. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Угород». Накануне Нового года чудес, как известно, хочется всем, в том числе художественным галереям. Поэтому очередная выставка в салоне на Старом Перекрестке получилась особенной, хотя и посвящена, казалось бы, знакомым и привычным видам нашего города. Кремль, сердце Рязани. Именно сюда первым делом едет каждый прибывший впервые турист. Здесь любят прогуливаться и местные жители, любой с закатами, солнцем или подсвеченными в сумерках соборами. Привычные ракурсы, знакомые каждому по открыткам, для художников выглядят совершенно иначе. И вот уже известное каждому место приобретает совершенно иное значение. Пользуясь случаем, конечно, хотелось наших жителей города, моего любимого, нашего любимого, пригласить на эту выставку. Потому что они могут что-то для себя открыть. Действительно интересное, новогоднее, новое. Какое-то прочтение оригинальное. Вот чего-то такого может быть виденного, но не узнанного. Романтика и тишина или праздник, застывший в воздухе. Зафиксированное на холсте восприятие авторов – неповторимые моменты жизни улиц родного города. Порой цепляют внутри что-то спрятанное и заставляют звучать приглушенные чувства. Она какая-то такая тонкая, на грани порой наива, но задумки у нее интересные и порой очень глубокие. Но тут они работы более чувственные, такие белье, зима, такой снег какой-то, замерзшая машина тут в снегу, под крышей, почти где-то прижатая к стене дома. В общем, какие-то интимные вещи ей удается раскрыть, которые, наверное, как раз под Новый год, все люди начинают их чувствовать. Что-то связанное с детством, с какими-то сказочными или полусказочными вещами. Есть в этой выставке работы хорошо известных в городе авторов, как, например, зарисовки Надежды Блиновой, о которой сказал Виктор Грушиновицкий, так и впервые выставляющихся. К примеру, волшебные мультипликационные работы Анны Жителевой. Масло, акварель, пастель и даже карандаш. Разнообразие техник и жанров, между тем, объединено любовью к городу и волшебным видением, пусть и для каждого автора собственным. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». В Рязани проходит городской конкурс творческих работ «Новогодняя игрушка по ПДД». Любопытно, что большую половину уже присланных работ от самых маленьких ребят до семи лет. Валерий Седов присмотрел в новогодних игрушках что-то особенное. Вот эта работа выполнена дошкольникам. Конечно же, здесь много усилий приложили родители. Причем видно, что здесь работала как мама, наверное, как художник-декоратор. И папа, как, видите, это с подсветкой. Вот такой замечательный снеговик по правилам дорожного движения. Там пешеход, дорожный знак, автомобиль. Эта работа ребенка из детского сада номер 150 победила в конкурсе новогодних игрушек по правилам дорожного движения. Детям ставили единственное условие – правильно их отразить. И все справились даже слишком хорошо, говорят сотрудники госавтоинспекции. Работа жюри была очень кропотливой и сложной. И первые места, призовые места заняли сразу много работ. Вот по положению вообще было, что мы имеем на это право, но мы не думали, что получится у нас там вплоть до 10 первых мест. То есть большое количество работ мы отметили призовыми местами. В этом году по количеству присланных работ – 528 – конкурс побил все рекорды. Больше половины, примерно 300 работ – дело рук совсем юных. Елочные шары, мягкие игрушки, картины – фантазию ребята проявили нетривиальную. Теперь эти украшения можно увидеть в здании ГБДД, как на мини-выставке при входе, так и на большой елке. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Еще больше новостей на нашем сайте www.egorod62.tv и на наших страничках в соцсетях. Всего доброго. Новогоднее чудо с Камчатки к вашему столу. Свежий улов. Чабыча, красная икра, белорыбеца. С 20 по 26 декабря. Уличная площадка торгового центра «Премьер». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова